МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильмы о спорте занимают в наших сердцах особое место. Но, видимо, потому что нам нравится смотреть фильмы о людях, сильных, целеустремленных и достигающих определенных результатов. Но надо сказать, что в казахстанском кино так мало спортивных картин, что их можно перечислить буквально на пальцах одной руки. Это «Жекс-Лык», «Рывок», «Боксер». Ну, наверное, и все. И сегодня у нас в гостях ребята, молодые кинематографисты, которые создали совершенно новую картину. Называется она «Паралимпийц». И у нас в гостях режиссер Алдиар Байракимов. Здравствуйте. И актер Аскар Ильясов. Здравствуйте, Аскар. Спасибо, что пригласили. Вы знаете, я с таким удовольствием посмотрела картину. Она мне вообще зародила какой-то колоссальной энергией в раз. И мне кажется, нам вот так не хватает вот такого рода картин. И в этом смысле она мне показалась просто голливудской. В том плане, что она такая большая история, длинный фильм идет два часа, и там сильный герой. Вы кто? Про тебя же поговорили. Молодой лыжник в аварию попал. Почему на самках? На лыжах стоят. Я прям смотрю на вас и думаю, боже мой, как здорово, что вы пришли к нам в гости, Аскар. Но все-таки первый вопрос будет Алдияру. Вот у вас, это фактически ваш полнометражный дебют, потому что на грани, я прямо помню, что он запускался вообще как короткий метр. На Казахстане вы сделали из него такой почти полный метр, 50 с чем-то или 60 минут. 53, потом 62 взяли для фестиваля. И вот для фестиваля он прошел, начал получать призы, и вот это вот «О чудо!» вы уже сняли полный метр. Вот когда этот момент произошел, я его не заметила. Я сам в шоке, естественно, потому что вроде бы «О чудо!», но вот «Паралимпиец», с 2018 года зарождилась идея, и с 2019 года мы начали писать сценарий, вплоть до год-полтора мы его писали, вплоть до съемок прям меняли какие-то моменты. И вот, надеюсь, скоро зритель увидит его в кинотеатрах. На самом деле, вроде большой такой путь, но оказывается, да, вот мы с вами уже обсуждаем картину. А вы это кто? Кто автор сценария? Автор сценария, мои любимые и дорогие друзья, Венера Каиджанова, Роман Жуков, вот мы с ними постоянно пишем вместе. Я помню, помню, это, по-моему, с пиджак-пиджак, по-моему? С костюмом. С костюмом. С 2013 года вот мы как начали вместе, какая-то коллаборация у нас произошла, и вот до сих пор, тьфу, вместе пишем, создаем. А скажите, вот как вы нашли Оскара? Вы на него писали? Вы думали о нем? Или вы случайно? Естественно, вопрос тоже потом к вам будет. Как вам эта роль понравилась после чтения сценария? Как быстро вы согласились на нее? Я думаю, я уже сейчас могу признаться Оскару. Вообще, когда вот драфт сценария был где-то на середине, там какой-то третий, третья переписка, у меня в голове был образ Оскара Вьясова. Но изначально я думал, что он будет образ, вот как он снимался в «Бизнесменах». Но в дальнейшем у нас происходили, все равно мы хотели сделать масштабный кастинг. У нас мы не исключали версию, что, может быть, будет действительно человек, реальный паралимпиад сниматься. То есть, потому что у нас были в голове сложности, как сделать так, чтобы то, что у него нет ноги, смотрелось органично при этом, чтобы он катался на лыжах профессионально. Но потом в итоге Оскар и на лыжах научился кататься, и без ноги научился жить как-то. То есть, и влился в образ. И действительно, после ряда прослушиваний с ним, я все-таки понял, что Оскар – это тот актер, который сможет воплотить вот этот сложный, на самом деле, персонаж, сложную роль. Замечательно. А как вы узнали о том, что вас хотят снимать в этом фильме? А это как происходит? Мне позвонил агент и сказал, что вот проект интересуется тобой, хотят попробовать тебя, приди на пробы. Прислали мне синопсис. Я почитал. А если честно, я вообще большой поклонник спортивных драм. Это вообще мой любимый жанр в кино. Потому что там есть, в общем-то, все, что я люблю. Я люблю спорт. Я люблю смотреть, как человек преодолевает это. И я увидел синопсис, я подумал, да, это то, что мне нужно. Причем как человеку, как личности, как для карьерного, так и для личностного роста мне нужен был этот проект. И мы пришли на пробы, да, познакомились с Алдеяром. Я отпробовался, и все. Меня утвердили. Буквально там сколько? Через, наверное, полтора месяца мы уже начали съемки. Да, примерно? Примерно, да. Даже, может, больше. Потому что были потом тренировки. Лена Хрусталева. То есть нужно было показать, что вы вообще умеете кататься на лыжи? А я не умел. То есть меня заново ставили на лыжи. Елена Хрусталева, ей большой привет. Наша олимпийская чемпионка. Для меня была и большая честь, что меня готовила олимпийская чемпионка. Я как в детстве. Я просто так радовался. И тренировался, готовился. Ну и по ходу съемок я тоже поднабирал лыжную форму. Ну потому что это важно было уметь. Технически не соврать. То есть если можно актерски как-то что-то прикрыть, но нельзя обмануть человека, что ты можешь хорошо кататься на лыжах. Ты либо можешь это делать, либо не можешь. Да, во время съемок постоянно, то есть у нас там перерыв. Я говорю всем, ну там перестановка. И вижу, Аскар на лыжах катается, катается, катается. Я с одной стороны хочу, чтобы он отдохнул, потому что дальше съемки. А с другой стороны он прям видно, прям это делает для того, чтобы совершенствоваться. В конце даже лыжники уже его признали. В конце съемок они сказали, ну ничего, оказывается. Можно, да. Хотя для нас это был вообще риск, мы не знали, как мы будем использовать дублеры или нет. Но в итоге у нас даже была одна сложная сцена, спуск, очень крутой спуск был. И Аскар говорит, нет, я сам. Я думаю, сейчас он разобьется, съемки закончатся и все. Всем спасибо. Да, то есть во мне боролись такие вещи, как... Авантюризм. Да, нет, остановить это. А с другой стороны я сейчас ему скажу, нет. И это может повлиять на его дальнейшее отношение к этой роли. То есть он может подумать, что я не верю в него, да. Я сказал, ну окей, давай. И он прокатился, прокатился. Один раз только упал, чуть не вылетел со склона. Но в итоге мы в финальный монтаж вот вставили, как он прокатился. Это же не настоящий спорт получается. Вы чё, инвалиды наградите? Сад заходит в поворот и не удерживает равновесие. Именно никто, по-моему, слова не скажет. Потому что у них духу не хватит пройти через сто, через сто ты, прошу. Вы знаете, мне кажется, благодатный материал для актера. Почему? Потому что обычно, ну, не знаю, положительный герой и положительный. А здесь так много нюансов, он и положительный. Вот ваш герой, он где-то там, ну не знаю, подонок, не подонок, но он где-то предаёт. Где-то он говорит неделицеприятную правду и обижает людей. То есть на самом деле, вот сложно было играть? Да, в этом были свои сложности, потому что, как происходит работа над образом, это же нужно полюбить его в первую очередь, полюбить и принять его таким, какой он есть. Потом только я могу приступать к этому. Не любя его, ну, у меня через любовь это как-то. И, конечно, я его полюбил, и мне было его очень жалко. И я понимал, то есть у меня не возникало конфликта. Я его не считал подонком ни разу. Я понимал, что человек заблудился, что ему сложно, что у него нет близких. И его проявление – это проявление сильного человека. Даже его проявление подонка, всё равно, я думаю, многие другие бы просто сломались. У них бы просто хребет сломался. Это очень сильный мужчина. Я восхищаюсь им. Парень, ты как? Вы кто? Отпусти меня, пожалуйста. Что мне повезло? Остаться одноногим, никому не нужным чуваком? Я с тобой разговариваю! Говори со мной! Не знаю, смог ли я, смог ли я сделать в своей жизни, как это сделал он. Сделать такой крюк и остаться человеком – это невероятная история. У меня вопрос. Вы говорили, вы втроём писали сценарий. У вас был какой-то прототип? Вы писали по какому-то герою из реальной жизни? Или это всё-таки какой-то собирательный образ? Ну, изначально, когда вообще всё зародилось, в 2018 году я случайно увидел новость о том, что наш пара-атлет Александр Калядин выиграл золото в Корее в 2018-м в Хенчхане. После этого я подумал, что это была бы классная история. И даже думали писать биографичный образ, биографию. Про атлета, да? Да, вот про Александра. Но в дальнейшем, когда мы начали разговаривать с другими паралимпийцами, мы поняли, что у них много общего, но при этом много разного. И было бы здорово это всё поместить в собирательный образ. Поэтому мы объединили много историй, добавили художественный ещё вымысел. И вот получился Максат Конор-Шпаев, герой Оскара. Это всё-таки выдуманный персонаж. Да, всё-таки это придуманный собеседник. Там очень хороший текст в самой картине, когда тренер сообщает о результатах, кто едет на Олимпиаду и говорит, что да, Олимпиада рождает героев, но те, кто приходят в паралимпийский спорт, сюда уже приходят героями. То есть вообще совершенно потрясающая фраза. И вот вы говорите, что для того, чтобы создать сценарий, вы общались с реальными паралимпийцами, да? Да, реальными, то есть с тренерами. Буквально мы уже в 2019 году вначале поехали на чемпионат Казахстана, в Щучинск. Прям я, Венера. И смотрели, изучали. И у нас вот даже познакомились там Ксюша Борисова, которая у нас как раз Лилю играла. То есть реально... И увидели, как она тренируется, и сцену, как она поднимается на этот склон. То есть нам тяжело идти по нему, а она вот на этих бабах там пытается и достигает этого. И нас так перевернуло. Мы решили взять эту сцену в фильм. И мы советовались с тренерами, советовались с паралимпийцами, смотрели со стороны. Ну, это очень здорово, что они пошли на встречу к нам. Они все замечательные ребята. Все такие открытые, с чувством юмора. И мы попытались даже взять это чувство юмора и перенести его в картину. То есть вы же снимали реальных паралимпийцев, да? Да, у нас много было реальных паралимпийцев, которые отлично справились с ролью. То есть были, которые участвовали как в гонках, но также вот у нас актер Ваня, вот он у него тоже, он, то есть пловец и лыжник. То есть он реально у нас участвовал. Лиля, которая Ксюша в жизни. То есть мы изначально, я говорю, мы не знали, как сделать, ну, то есть взять всех паралимпийцев и как-то, то есть кто органичнее играет, ну, то есть посмотреть, вытащить ли актерскую игру. Ну, в итоге мы решили, что все-таки главную роль должен сыграть актер профессиональный. Но ребята вообще, когда они все вместе вот приходили, то есть сцены с паралимпийцами и вместе с Оскаром, у них такое получалось какое-то такое семейное что-то, вот действительно, вот ощущение, которое мы старались найти. Ну, как это добились? Это выживание там, люди, актеры ваши там много времени проводили вместе или что? Мы жили на базах спортивных в Алмате и в Боровом, и это почти полуказарменное положение, поэтому это было холодно, и мы очень тесно проводили много времени. Мы, правда, мы сдружились. Бывает, когда в кино иногда сложно переносить, играть дружбу словно. Нам не приходилось ничего играть, мы действительно сдружились в то время. Действительно стали командой некой сборной, сборной Казахстана, да. Вы знаете, вот есть такое понятие, как энергетика, да, вот в картине много энергетики, то есть это, наверное, вот это преодоление холода, преодоление трудностей. Потом вот, ну, я не знаю, энергетика паралимпийцев и самой темы, которая там существует. Ну, вот, казалось бы, мне очень понравилась вот музыкальная сторона картины, ну, мало того, что там вот песни Галмжана Малдоназара, значит, Шарына Базаркулова, по-моему, Шарын Базаркуловой. Шарын, да. И у нас не Малдоназаровский, там Малдоназаровский лейбл, а его исполнитель в этом лейбле Орен Хан. Да, Орен Хан. Когда даже съемки шли, когда мы писали сценарий, случайно нашел этого исполнителя и понял, что вот это прям подходит нам. И мы даже когда писали, слушали его треки, когда я снимал, когда мне было прям тяжело на душе, когда вот такие, понимаете, сложные съемки, ты вот после сложных съемок идешь готовиться к следующему завтрашнему дню, очередному сложному, а актерам все хорошо, там, и все отлично. Ну, мимо их этажа проходишь, а у них там настроение такое. Ух, классно! Классно в кино сниматься! Я говорю, классно, да. И включаешь Орен Хана, и он как-то, ну, подбадривал, вдохновлял, и я прям очень рад, что его треки у нас в картине. Вы знаете, я обратила внимание, обычная музыка, ну, в кино такая, ну, там, грустная и грустная мелодия, там, веселая и веселая мелодия, да? А здесь она, так сказать, прям по Эйзенштейну была прям в контрапункте. То есть вот эта сцена в лифте, когда понятно, что это сцена расставания, ну, в смысле предательство расставания, то есть как бы так, да? А звучит, прозитная песня, такое признание в любви, и вот этот контрапункт, и любовь, и расставание такая, вау! Это, может быть, тоже не столько Каскару вопрос, но все-таки я ему задам вопрос. Там происходит, как бы, линия, там, потери одной любви, и я думала, должна появиться там другая любовь, а она не появляется. Она не появляется. Спойлер. Ну, мало ли. Не то, чтобы она не появляется, просто она не попадает в кадр, скажем так. Это же, мы видим только одну часть жизни Максата Куаншпаева. Мы можем не видеть, кому он письма пишет, или о ком он думает, или, может быть, с кем он гуляет. Это может просто не попадать в кадр. Но об этом мы тоже много говорили. Да. Ну, в том плане, чтобы это не пролетелось в мелодраму, да? Да. Не то, чтобы не в мелодраму, это фокус на другом просто. Да. Потому что, ну, вот у нас Рома Жуков, он прям топил за любовную линию, продолжение. Мне казалось, что как будто не про это история, а больше про обретение семьи именно. Но при этом, да, многое за кадром. То есть зрители это открытое. Как бы мы провели их образ, вот, Карины Кудековой и Оскара. То есть там какую-то линию, и уже зрители могут сами надумать, у них получилось. То есть та девочка, которой он дарит вот этот ангелочек, да, цепочку, нет? Нет, нет, нет. Вот, с которой на трибунах они вот сидели. А, которая не видит, да? Да, да, да. Слабовидящая. Слабовидящая. Да. Вот. Вообще, как бы, я понимаю, что это и о спорте, и не столько даже о спорте, да, сколько, наверное, о силе человеческого духа. Да, я тоже так думаю, да. То есть, да, у нас многие думают, что это только спортивный фильм или только социальный фильм. На самом деле мы попытались сделать вот такой вот микс, что зритель может ощутить разные эмоции и получить драйв от спорта, какие-то грустные чувства, но и при этом мотивирующие, вдохновляющие, где-то посмеяться. То есть, у нас была именно такая цель, что показать разные вещи. У меня вопрос тоже и к вам, и как режиссеру, и к актеру. Когда будет прокат, и что вы ждете от проката? Я надеюсь, если все будет хорошо, то в апреле зрители смогут посмотреть картину в кинотеатрах. Что вы, Оскар, ждете от проката? Я жду зрителей. Я жду зрителей. Зрители, дорогие, приходите с открытым сердцем и без никаких ожиданий. Приходите, посмотрите, проживите историю этого героя и этих героев вместе. Много можно из этого фильма взять. Каждый что-то возьмет свое, но брать там точно есть что. Вот насчет ожиданий еще хотел дополнить, что многие... Вот мы столкнулись с тем, что у многих какое-то такое... Когда они начинают перед просмотром, что они думают, что это какой-то социальный фильм, заказ и так далее. Но когда они после просмотра, у них кардинально меняется мнение. И они в основном все чувствуют какой-то... ощущают этот катарсис, ощущают какой-то трепет в душе. И поэтому действительно посмотрите, посмотрите картину. Мне кажется, каждый найдет там что-то. Да, очень современная история, я думаю, про людей с ограниченными физическими возможностями. И я думаю, этот фильм достойный международного проката. И этот фильм было бы здорово посмотреть многим людям, он бы заинтересовал. Главное, донести, конечно, до людей этот фильм. Знаете, я тоже думаю, что это, прежде всего, зрительская картина. Я думаю, что она не имеет национальности. Спортивное кино – это такая редкость, удачное спортивное кино, понимаете? Там как «Легенда 17», я не знаю, как там еще что-то. Это просто редкие удачи. Я думаю, что картина должна иметь должный резонанс, потому что удивительно, молодая команда, но она очень профессионально сделана, и она смотрится с таким большим захватом, с большими эмоциями, с большим интересом. Спасибо вам большое и желаю вам удачи в прокате. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела сказать, что редкая картина вызывает не то, что эмоции, а вот прямо желание смотреть без перерыва. И, значит, буквально там я вынуждена была пару раз останавливать, и бежала снова к монитору, чтобы картину досмотреть, потому что история держит, история снята, динамична. Она состоит из четырех... Она длинная, большая история. Она состоит из четырех частей, так сказать, до аварии, после, значит, восстановления. И наиболее, наверное, интересное – это приход к международному успеху. Поэтому я очень надеюсь, что картина будет хорошо воспринята в Казахстане, будет иметь, я не знаю, российский прокат в странах Центральной Азии. Я думаю, что она при удачном раскладе могла бы хорошо прокатываться и в Америке, и в Европе. Поэтому будем ждать, будем ждать фильма выхода в прокат Паралимпийца. И, как всегда, я хотела поблагодарить Национальную библиотеку за помощь в организации наших съемок и сказать – до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова